Трёх минут к любви от Ивана Нави. Я на балкончике часовой любви вновь я с вами, Нави. Ребятки, я на балкончике поэтов. У меня всё начинает всё как-то так примиряться с действительностью. Я, честно, если я разбираю архив, напеваю какие-то песни. Вот гитара у меня здесь есть. Но сегодня я хочу... Вы знаете, вот эта Третья мировая война, которая в 2014 году против Украины началась и сейчас продолжается против всего мира, она изменила всё. Она изменила всё. Она изменила всё. То есть песни, написанные или стихи, которые написаны были до 2014 года, в 2023 звучат совсем-совсем-совсем по-другому. И так же Бродский звучит по-другому. Наезды каких-то там украинских подонков на Михаила Казинника это тоже изменения войны. То есть Казинник, он проводник русского языка. А русский язык, как немецкий во время Второй мировой войны. Что за херня, ребятки? Никто не отменял Гёте, никто не отменял Шиллера, никто не отменял Вагнера даже при всём там моём еврейском происхождении. И поэтому, в защиту Михаила Семёновича Казинника, я решил вот это прочитать, что не было отменено. Письма римскому другу из Марциала. Иосиф Роский, естественно. Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, всё изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локтой не пойдёшь или колено. Сколь же радость непрекрасная вне тела. Ни объятия невозможны, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги. Чтоб столицы мягко стелют, спать не жёстко, как там Цезарь, чем он занят. Всё интриги. Всё интриги, вероятно. Да, обжорство. Я сижу в своём саду. Горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых, вместо слабых мира этого и сильных, лишь согласное гудение насекомых. Здесь лежит купец из Азии. Толковым был купцом он деловит, но незаметен. Умер быстро, лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Сколько раз могли убить? Пусть и вправду постом курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, умолвали и от цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говорит, что все наместники ворюги, на ворюга мне милее, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Геттера, я согласен, но давай-ка без торговли. Брать сестерцы из покрывающего тела все равно, что Драхму требовать от кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужа оставлял я небывало, вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Ах, взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах. Сейчас вожусь большим букетом, разыщу большой кувшин воды, налью им. Как там в Ливии? В Ливии, мой постум, или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь, постум у наместника, сестрица худощавая, но с полными ногами, ты с ней спал еще? Недавно стала жрица. Жрица постум и общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами расскажешь мне известие, постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называется созвездие. Скоро постум, друг твой, любящий сложение, долг свой давний вычитание заплатит. Забери из-под подушки сбережения, там немного, но на похороны хватит, поезжай на вороной своей кобыли в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленная лоджа, ложа, ткань, впитавшая, полуденное солнце. Понт шумит, со черной изгородью пини, чье-то судно с ветром борется у мыса на рассохшейся скамейке старшей плене. дрожь щебечет, швырюе кипариста. Знаете, Мария Голикова из Екатеринбурга, она сделала такое заключение, что старший плене умер на этой скамейке, и я это поддерживаю. Светлой Пасхи, хорошего Рамадана и Каширного Песаха. Вот так сразу все смешалось. Получилось 9 минут, вы знаете, я дотянул до 10, потому что, потому что, потому что, я хочу прочитать всего 2 таких... Ой, ребятки, я тут в архивах запутался. Написал 4 стиши, 2 даже. Вот, но где они сейчас уже, я думаю, уже сложно найти, потому что... А, вот они, вот, вот. У меня еще есть 15 секунд, Евгений Леонтьев в интервью НТВ 94-го года сказал, выше закона может быть любовь, выше права милость, выше справедливости может быть прощение. Это Евгений Леонов сказал, не я, а я сказал так, честность перед скотом неуместна. Знаешь, только потом, если честно. С вами был Иван Новик. 10 минут любви от Ивана Новик.